Всем хай! Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, я нахожусь в Сеуле, и это мой влог с 22-го года. Сейчас 23-й, я снова нахожусь в Сеуле. Ну, давайте посмотрим для начала, что было в том году. Как всё начиналось? В Корее на тот момент мы летели из Казахстана с пересадкой. Мы хотели погулять по Казахстану, потому что это тоже интересная страна. Я там никогда не была с моей подругой. Поэтому мы сделали небольшой снов в Казахстане, а потом собрали вещи и полетели в Сеул, в котором я не была, ввиду того, что была пандемия. А так обычно я сюда каждый год летаю. Я учусь сегодня в Казахстане, в Казахстане, в бизнес-классе. Соло-место. Оно полностью. Только я. Никого не застали, это просто я в восторге. Хочу ещё раз сразу объяснить такой момент. Дело в том, что когда я снимала этот влог, это был год назад. Из-за определённых обстоятельств я монтирую и публикую его, ну, только сейчас. Так что заваривайте кофеёк, чаёк, видео будет долгим, потому что я снимала буквально вообще всё. Из Казахстана я летела 6 часов, успела поспать, поесть. И вот, наконец-то, приземлилась в Сеуле, где уже меня ждала моя подруга. Да, ребят, тут стил, ещё масочный режим. Но я не верю, мы получили багаж. Сейчас у меня будет встречать подруга, Маша, которую я не видела 3 года, 4 года. И когда мы увидели в первый раз, она была в моём первом влоге из Кореи. Она сейчас приехала нас встречать, мы нас ждём. Если буду плакать, не пришёте внимание. После перелёта мы заселились в отель, который чуть позже я обязательно вам покажу. И сразу пошли на фестиваль уличной еды, который как раз проходил в эти даты в Корее. Мы пришли на фестиваль уличной еды, набрали напитков. Я взяла себе напиток, я не знаю, с чем он. Он называется Мидори, потому что в честь Мидори. Ему набрали, короче. Не, ну, пап, количество людей весьма поражает. Очень много людей на фестивале еды. Сегодня последний день он вчера начался. А, да? Да, он всего 2 дня будет. Прикол фестиваля в том, что вдоль всей улицы были выстроены палатки, которые были поделены на секции. Тут зона Африки, тут зона Турции и так далее. Можно было пробовать еду из вообще разных уголков мира. Ну, мы, собственно, пошли есть. Ребят, я просто не знаю, как описать. Здесь такие потрясающие рестораны, я просто умираю. Посмотрите вот на это. Ну, что это такое? Ну, это же просто потрясающе. А здесь типа концепт в том, что ты приходишь сюда, ну, очевидно, на брюченых, да? Поделаешь пьяные фотки. Давайте посмотрим пьяные фотки. Они вообще выглядят нормальные для людьми. Вот это, например, пьяные фотки. Не, ну вот это вообще типа отземилы такие. Да, они красиво выглядят. Посмотрите, что это такое. Вообще, я не понимаю. Кто не понимает, я нет. Ну, какая же красота. Мы пришли случайно в таком ресторанчике, потому что видели вот эти потрясающие виды. И смотрите, здесь просто вся крыша декорирована ракушками, ракушками. Как правильно, я не знаю. А потом мы случайно встретились с Аленой Швец. Шла по Корее и встретила, а тут я. Начнем второй день с обзора на отель. Вообще, ребята, я снова показывала вам этот же самый номер. Потому что я решила, что я хочу остановиться в этом отеле. Это Lotte отель. Мне здесь нравится больше всего. В цене это не реклама. Я бы тут уже останавливалась. И поэтому захотелось найти здесь ногу. Короче, снова покажу вам этот тур, как три года назад, что здесь есть. Так, значит, здесь у нас огромная гардеробная. Мы, конечно же, уже умудрились засрать. Мы только зашли, но уже все засрали. Это макияжная стойка. Вот такая вот красота. В том числе вот она там сидит. Дальше здесь у нас вид. Немножко даже видно горы, лес. Посмотрите, как красиво. Пипец. Телек. Что мы будем смотреть? Ты хотела смотреть? Да, ладно. Хорошо. Здесь мое рабочее пространство будет. Буду опять сидеть монтировать видео. Вот с таким вот видом имэджин монтировать. Как будто дома у меня не такой. А, да, я уже не в Корее живу. Давайте посмотрим еще в ванной. Дезвращенцы! Где они? Короче, как-то так. Все норм. А, да, конечно же, обваку. Ну, еще же. Здесь у нас все в мраморе. Здесь назначен белый мрамор, черный мрамор. Белый мрамор, вот такая вот раковина. Калат второй тоже должен где-то быть. И здесь есть душ одновременно. Супер-мега толкан. По-моему, кстати, я уже сделала обзор на туалет. Японский туалет с подогревом. Садишься сюда. Не буду ставить ногу. И сидишь. Твои жепы очень тепло. Потом мы поехали гулять по городу. Это метро. Это вход в метро. Я не понимаю, что приходят на этой рекламе. Что они рекламируют? Ты понимаешь? Я просто не понимаю. Рекламируют QR-код. Клама кринча. По дороге мы зашли в местный Starbucks. Где буквально стояли автомойки для многоразовых или одноразовых стаканов. Это просто шок. Очень прикольная тема. К слову, тут еще можно налить, видите, бесплатный сироп и выпить воды. Мы взяли напитки. И сейчас гуляем внизу по набережной. Нашли случайно вот такую птицу. Кто знает кто. Вроде как это кайф. Мы не уверены. Кажется, ему полно. Но на самом деле не супер-то и тепло. Кожа не становится, честно. Вот это тот самый случай, когда тебе просто плац. Изначально мы ехали просто погулять по райончикам Сеула. Но что-то пошло не так. Мы зашли в магазин косметики. Подумайте, что же такое. Вот вам надпись к сполеру. Это пирожок. И как бы поехать в Корею и не пошопиться, это вообще нет. Это не про меня. Поэтому на протяжении половины видео я буду что-то покупать. И показывать вам разные магазины и прикольные штуки из них. Какие крутые есть тестеры. Ты знаешь, берешь вот такой вот тестер. Берешь помаду. И давайте посмотрим, как это будет смотреться. Сейчас я в попытке найти магазин Линз, в котором уже вышла хэллоуинская коллекция. Потому что я не буду отрицать этого факта, ибо это всем известный факт. Да. Я сегодня что-то мастер скуднословия. Я хочу снимать на фоне неба. А дело в том, что когда я три года назад была в Корее, я купила себе красные линзы, которые у меня абсолютно на всех фотографиях. И сейчас я хочу купить точно такие же еще. Вот, ну, надеюсь, уже не на три года, а приехать сюда весной. Короче, надеюсь, я найду эти красные линзы. Обернись, пожалуйста. Смотри на свой фон. Еще в Корее распространена такая фича, что можно купить какой-то продукт а-ля оптом. То есть, ну, условно, ты покупаешь две помады, а третью тебе дают в подарок. И так на многих товарах. Отчего постоянно приходится ждать длинные очереди, потому что, ну, очень глупо не пользоваться такой выгодной скидкой. Кстати, я подсмотрела эту тему в Корее. И в моем магазине, кстати, топ-мега-вип, пафосном магазине Беренда Бездна, я тоже внедрила такую историю. И вот сейчас у нас идет, получается, предхэллоуинская акция, где можно купить четыре футболки из раздела на Хэллоуин и получить пятую, абсолютно любую, вообще любую из любого раздела на сайте за любые гроши бесплатно. Так что пользуйтесь и обязательно проверяйте сайт. А еще там, кстати, шарфы и зипки появились. Вообще они класс. В общем, эта корзина вышла в 3500 рублей, и мы пошли шапиться дальше. Мы набираем ботинки, сумки, еще одни ботинки, вон там еще ботинки. Еще одни сумки. Ну, короче, люди на топинге, а это вот я доверяю. Они только что-то сходили, спросили, а что у вас с дачки? Я такая, это шамель. А, ну тогда понятно. Люди, видимо, не ожидали, что это будет шамель. Короче, мы накупили кучу всего уже. Тяжело нести. Красотки, в общем, я тоже, и главное, шакурами, шапка. Потом мы пошли в магазины одежды. Возможно, я уже рассказывала об этом в предыдущем видосе, честно, я не помню. Но в Корее на осень 22-го года были гиперпопулярные суперкороткие юбки и сапоги. Спойлер, в 23-м году все еще популярно. Это прям мега-тренд, и мы тоже решили тогда подобрать себе что-то в таком стиле. Вот примерно такой стиль сейчас и происходит. Очень короткая юбка, сапоги и таких девушек, ну, очень много. Смотрите, с виду очень простая юбка, да. Ну, и цвета такие у нее достаточно нейтральные. Кажется, большой, ну, потому что на видео. Но прикол в том, что вот настолько эта юбка короткая. То есть, это тот самый случай, когда реально, ну, типа, девочки ходят, и шорты, ну, их видно. Пока, знаете, я в ни в коем случае не осуждаю, мне, наоборот, это очень нравится. И я сама себе сейчас миллион таких суперкоротких юбок не люблю. Это, блин, просто, ну, необычно. Оцениваем на предмет самого лучшего лука. Это, собственно, то, в чем я пожображу. Это то, что я себе подобрала. Сейчас будем мерить. А вы напишите, какой лук вам понравился больше всего. В чем я сейчас или в чем я буду? А, собрались девчонки, как бы, в одинаковых луках. Ну, и юбки, да, как бы, вот, затяните степень их короткости. Да, да. Они реально очень короткие, то есть, как бы, вот, все. Вот, я вам показала кусок своей жопы. Наслаждайтесь. Где вы что-то в контенте увидите? Очень короткие. Честно, не знаю, в ней было бы комфортно ходить. Да, что, вообще-то без маски. Все, уходи. Короче, вот такие вот странные луки. Я вот снимать. Ой, да, там реально все торчит. Это просто пипец. Это реально же. Ну, что-то на мне, конечно, все это очень странно выглядит. Я, честно, в моей голове это выглядело сильно лучше. Даже если это расстегнуть, вообще не очень. Так, натянутая полупопись. Слушай, ну, юбка, как будто мне прям реально очень нравится. Я бы брала. Ну, а вот, типа, юбка нормальной длины. Буквально нормальной. Там даже есть то шорты. Вот они торчат. Но она мне очень влекает. Типа, во. Вот она супер-мега-короткая юбка. Просто. Честно говоря, мне реально юбка нравится. Вот мне ироничнее я бы ее взяла. Она такая странная. Но проблема в том, что, как бы, вот, я думаю, вы видите сами. Это очень большая для меня юбка. Для понимания ситуации, это моя обычная, ну, футболка. А это длина юбки. Она вот настолько длиннее футболки. Она же со спиной, это выглядит вот так. Просто пипец. Вот тут уже моя задница, вот она, вот она начинается. Да, где вы еще такой контент увидите? Просто пипец. Сейчас в тренде в Корее вот такие вот застежки на джинсы. Вы покупаете большие джинсы. Но в этом и смысл. И дальше вот на эти застежки их заклепываете. И выглядит это очень прикольно. Теперь у меня вопрос к вам. Что вы вообще думаете об этом стиле с коробками юбками? Вы бы так вот ходили? Мне на самом деле не очень комфортно. В общем, мы расплатились и пошли на ту самую аллею айдолов. В общем, у меня для вас грустный обузор. Это та самая аллея BTS. Здесь их ладошки, мы все это прекрасно помним. Раньше здесь все было в BTS, все подсвечивалось, естественно. В смысле, главное, что здесь больше нет BTS. Их сняли. Просто нет BTS, я не знаю. У меня немножко даже голос как-то так это уничтожил. Слушай, вот сюда был джуньер. Спойлер, в 2023 году BTS снова появились. Потом мы вернулись в отель поесть передохнуть. Зацените, короче, наш отель. Здесь прям внутри отеля, в лифтовом холле, есть водопад. Вот этот вот водопад. Посмотрите. Они реально в отель сделали водопад. Моя стрижка все еще лучше. А еще у меня подруга с ним попробовала накрасить ресницы. Ой, эти. Терелки сделать, как у меня. Посмотрите, ну-ка пафосно вниз. Вот такая пафосная вниз смотрящая. Внимание важно. Очень важно. Сейчас я буду учить вас есть корейское барбетю. Я беру, значит, мясо с грилем. Беру немножечко кимчи. Листик вот сюда вот так. Лук маринованный. Берем специю. И намешиваем все вот в такой вот листик. И заворачиваем, и едим. Такой вот штучки. Ммм. Это вкусно. Это очень вкусно. Просто восторг. А еще, ну, я так не умею делать, и я не хочу уметь так делать, но кореянки, когда им очень вкусно есть, они прям едят и стонут. Это норм. Это типа уважительно. Вот если, когда едят японцы, они хлюпают свою сону прям вот так делают. Причем, типа, они громче хлюпают, и им считается круче. Это реально не рейтинг так. Я сначала думала, что это прикол за ними, но когда была в Японии, я реально увидела, что так все делают, даже офисные такие, знаете, фэнси работники. Ну, такая, блин, какая жесть, бизнесмены всякие. То здесь, типа, люди стонут, когда едят. Блин. Потом мы снова пошли гулять по ночному сёулу. Остановка один в магазин для котов. Мы зашли в магазин для котов, и я просто умираю с хлеба для кота. В нем какая-то хрень. Ну, чем это нужно? Это просто хлеб для кота. Или, может быть, вы предписаете Ромео. Ромео для кота. И тут тоже можно всякую хрень вытаскивать. Я просто представляю, что мои коты с этим сделают. Своим котам я, честно, это не хочу дарить. Правда, не хочу дарить моим котам. Жаль, у меня нет знакомых котов. Что это? Курица для кота. Робка для кота. Кепка кап. Остановка два отеля с роботами. В общем, мы сейчас просто гуляли. Посмотрите, это отель. И там, типа, нравится, вообще не роботы? Что? И они мигают. Глазами мигают. Здесь вот такая штука. А я в таком восторге, в таком ужасе. Вот, видите, это реально отель. Видимо, там заселение через робота. Он смотрит мне прямо в душу. Я вам отвечаю. Да, не поворачивай с головы, он едет за мной. Остановка три, еда дальняя. Мы зашли в магазин. И здесь продается покемон еда. То есть, это реально, я не знаю, что там. Какой-то салат, наверное, мясо торчит. Покемон еда. Вообще, конечно, делать еду милую, я считаю, это гениальное решение. Я не знаю, что здесь такое. Как будто хочется сожирать. Ну ладно, идем дальше. Мы сейчас гуляем по ночному Сеулу. Ну, как иначе, всего девять человек просуждено. И да, вы не ошиблись, это Красный Крест. Именно вот так католические церкви и обозначаются. Когда идешь и не знаешь, когда ты не ошибишься, видишь это в ночи, бывает пугающе. Особенно первое время, когда я не знала, что это значит, я просто иду. И тут в какой-то момент Красный Крест смотрит на меня, а я смотрю на него. И вроде как бы все должно быть нормально, но, знаете, такое ощущение какое-то тяжелое-тяжелое. Мистика. Ну, а так вид, конечно, потрясающий, что сказать. Вон, красивое. Вот идет женщина, вообще не по моде Сеула, конечно. Почему у тебя такой закрытый низ? Потому что я еще не купила себе короткую юбку. Ладно, завтра день коротких юбок. Да, красивая. В общем, мы сейчас гуляем, и мы увидели очень мистическую штуку. Смотрите, как мистически она выглядит, просто мистик. День третий, начинаем с завтрака. Мы пришли на корейский футборс в торговом центре. Блин, здесь так круто, смотрите на это. Пирожное из жира. Или банановый кейк. Какая классная выдачка, просто балдеж. Все при этом хэллоуину как бы украшено, хэллоуинские эдишины. Рулетики с матчей. В качестве завтрака на футборс сегодня мы взяли суши. Потому что здесь все самые офигительно вкусные, невероятно, невероятно божественные суши из Японии. Прям вот как вот там вот было, прям как в Токио. Следующий влог из Японии. Давайте набираем миллион лайков, и я еще в Японию. В общем, смотрите, как красиво. Здесь прям суши. Упакованные в пленочке. Много раз. Оригинальные японские. Посмотрите, как много здесь лосося. И он прям выглядит очень-очень круто. Мы в таком восторге. Сейчас будем пробовать, ребят. Посмотрите, какие маленькие, аккуратненькие. Соевый соус. Ну-ка. Очень вкусно. Очень. Такая рыба нежная, она прям тает. Вот реально. После завтрака мы продолжили искать, собственно, короткую юбку, сапоги и зашли в один очень прикольный магазин-отель. Сейчас мы находимся с вами на уровне лобби, который называется. И здесь продается косметика. Но если подняться дальше, то там, как видите, был в другие этажи. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Есть кафе, где бассейн. Да, я там была, там реально так. Есть зона прачной, зона типа номеров, зона спа. Мы сейчас в лобби. Ну, а минус первый этаж, это хранилище, мы туда не пойдем. Так, я нашла куртку для любителей кисоки. Великолепная куртка. Еще есть штанцы оранжевые. Все, как я люблю. Мой стиль сейчас кореяночка. Крутой магазин. Тут продается косметика. Продаются всевозможные странные одежды. Продаются носки. И вообще таких магазинов, на самом деле, в Корее очень много. Потому что Style Nando, вот 3ZE, вот этот вот бренд, очень сильно запаривается на тему визуала своих магазинов. И каждый магазин оформлен в индивидуальном стиле. То есть на Миндоне, например, это называется заведение розовый отель. А если ты приезжаешь на Канам, то там это же заведение будет называться, по-моему, кинотеатр. Он оформлен в стиле кинотеатра. Это прям очень-очень-очень круто. Пришли в прачечную, ребят. Здесь можно купить себе носки, аксессуары, естественно, одежду. И примерочная здесь в таком стиле оформлена. Ну, конечно же, я не могла пройти мимо косметики. Начинаю ее покупать. Сейчас пока только два средства взяла. На самом деле, я уже снимала видео, где показывала всю косметику, которую накупила в Корее. Там же я ее тестировала. Так что можете посмотреть обзор на моем канале. Иначе этот влог получится, честно, он просто будет бесконечный. Если я буду показывать вообще вам все, что я вот тут напокупала. Ну что, ребят, сходили, пошопились, набрали себе косметоз. А теперь, в общем, главный челлендж сегодня. Так как все ходят в мини, но вы это уже поняли. Нам нужно найти сапоги и чулки. Но если чулками не сомневаюсь, то сапоги пока еще нигде не видели. Красиво. Туалетная бумажка. Зашли в магазинчик и накупили всякого мерча. Даже подружки носки, смотрите, какая классная, наверное, шла. Потом подошли к разделу с брелками, и я уничтожилась. Ну, конечно, я это взяла. А вот это вот что такое? Это просто отвратительно, прекрасно. Про одежду тоже снимала видосик. В общей сумме я потратила на себе покупки на месяц в Корее. Ну, больше, чем полумиллиона. Так что, если интересно, подробные разборы уже есть. Зашли в Starbucks. Короче, сейчас расскажу вам прикол про чашки. Но для начала просто посмотрите на стену. Тут живая стена. Нет, не из растений. Какой-то рыба плывет, или что это? Ой, это видосы, не люблю видосы. Ну, короче, прикольно. Вот так вот в другом Starbucks. Я заказала напиток, и мне дали к нему шоколадку бесплатно. Боже, этот напиток просто какой-то невероятно потрясающий. Это безумно вкусно. Ну, короче, прикол в том, что, вот видите, у меня стакан. А мне дали его пластиковый. И оказывается, если я приду с этим пластиковым стаканом в другой Starbucks, отдам его, мне мои деньги за этот стакан. Потому что здесь ты не можешь просто взять напиток to go. Ты должен оплатить за напиток to go. И потом мы пошли на радиобашню. Мы решили подняться. Какую там, господи, такискую, не такискую. Сеульскую башню. Радиобашню, правильно? Башню, башню. Башню. Решили сэкономить 100 рублей. Нет, ладно, я шучу. Да нет, мы не экономим 100 рублей. Мы должны дать читать этого эскалатора. Это просто огромная лестница. Ну, это такая огромная. Прошли 10 шагов. Я уже умерла. Они были зубницы. Да. Рад, ну, лестница просто бесконечная. Все, мы полечи, все, охотки зато красиво сделаем. Это игрушка собачки. Выглядит как живая. Мы нашли какую-то потрясающую фотозону в стиле Cellar Moon. И мы несем по измездия во имя Старбакса. Старбакса. Оцениваем. Мы, кстати, сегодняшний лук оделывается как кореянка. Вот стиль. Такого контента вы не увидите нигде за пределами кореянки. У меня есть двойные шорты. Сейчас я подтяну пониже. Зацените, мы собрались к этой вышке. И здесь так красиво. Ну, как обычно, вы знаете, камера телефона, она канди не супер передает. Вид потрясающий. Сейчас подождем, пока все люди пройдут. И тоже пойдем вот туда вот. Я, честно, про эту локацию ничего не слышала, ничего не видела. Но здесь очень много замочков. И вот та суперутка стояла. Я вижу Рома и Настю. Жалко, у меня им соборучки. Можно было тоже написать какую-то ерунду. Нашла Чимин. Ура! Да, смотрите, сколько здесь замочков. И они все такие красивые. Это вообще как бриллиант какой-то. Это так круто выглядит, просто балдеж. Ну, сейчас я покажу вам самое главное, готовьтесь. Нет, это не мой маникюр. Кстати, дело сама, заметно, да? Посмотрите, как красиво. Такая панорама великолепная просто. Не, ну, это определенно того стоило, конечно. Ничего не скажу. Потрясающе. Ребята, знаете, что такая за скамейка интересная? Три, два, один, сейчас расскажу вам. Это чтобы сосаться. Мне так сказали, это не я придумала. Сосоченная скамейка. Ой, как же красиво, невозможно просто. Тропа! Не знаю, как вы делаете фотки друзьям, но я вот так. Я фоткала, дружки, фоткала со спины. И там идут два чувака. Они чисто как ангел и демон. Они на фото. Один в черной маске, а второй в белой еще. Я говорю, они как ангел и демон. Потом мы опять пошли фоткаться. Сейчас я иду фотографироваться, знаете, когда вот на это вообще лютое место. У меня максимально интересный аутфит, потому что мы будем делать сегодня фэшн-съемку. Да, в Корее я буду работать на фэшн-съемке. Сейчас покажу вам, как это будет выглядеть. Мне даже интересно. Это по факту будет стрит-стайл. Но прикол в том, что меня реально позвали, и это уже очень здорово. Это прям круто. Супер стесняшка, супер стесняшка. Подожди минуту, сейчас ты будешь мой, будешь мой. Немножко нервная, но ты всегда в моих мыслях. Хочу сказать тебе... Красивая. Собственно, тем же вечером мы пошли закупаться едой в магазины. Я очень люблю азиатские желе. Я нашла желе с мандаринами, мой самый любимый. Я его обязательно возьму попробовать. Стоит он 2400 местной валюты. Это хлебушек местный сладкий. Он очень мягкий, если его жманькнуть. И он очень вкусный. Это тот самый бисквит. Возможно, я бы хотела пробовать. О, а это с бабами адзуки. Рыбный раздел. Здесь у нас находится мидии, и стоит, кстати, очень дешево. Всего 3000 местной валюты. Короче, ребят, вот такой вот отборный жирный пилосось. Ну, 100 рублей. И да, мы в одном из самых дорогих магазинов, которые только есть где, в Сеуле. Здесь можно даже готовую устрицу искупить без драку. Или вот такие вот ровные наборы для того, чтобы варить суп. А вот смотри, устрицу. Самое дорогое, наверное, то, что здесь есть. 150 тысяч местной валюты. Давайте наблюдать за устрицей, которая все еще дышит. Не трогает. А, я вижу. Ребят, вы видите, что вот это вот? Вот это устрица, она движется. Вот на эти штуки смотрите. Да, мы в продуктовом сейчас. Мясо продается вот так вот. Нашли какой-то местный напиток. Это, короче, молочный шоколадный латте. Мы из него берем. А что это с чипсами? Это американская порция или что? Это почему такая большая? Ребят, сзади меня натурально. Полкилограмма чипсов. Полкилограмма. И стоят они 500 рублей. Ну, короче, пока что наша корзина выглядит так. Корзина настоящего человека, который приехал есть. Смотрите, каждую бутылочку оборачивают. Поп-поп, чтобы она, не дай бог, не разбилась. Ну, и здесь сразу видишь на большом экране, сколько у тебя там получается по вовлу. А на четвертый день мы пошли на официальный Геншин-фестиваль. Вы не поверите, но мы сейчас реально едем на Геншин-фестиваль. Я, конечно же, как бы, ну, Канда Сяо. Он должен быть со мной. Все должны сразу понимать, что я тот еще дед инсайд. Орликина тогда не существовала. В общем, мы едем на Сяо-фест. Ой, на Геншин-фест. Я думала, что мы реально пришли на Геншин-выставку. Я все время думала, что это байт. Но она как бы буквально... Я очень рад. Мы пришли на Геншин-выставку. Я думала, меня разведут. Я в таком восторге. Тут огромный гоба. Канда, я рядом с гобой. В общем, мы пришли на Геншин-фестиваль. Да, спойлер. На него нам пришлось встать в очереди 4, блин, часа, чтобы купить немного мерча. Посмотреть саму ярмарку с декорациями из игры. И, конечно, получить паспорт. Метшественника от Катерины, который раздает всем, кто просто был самый стойкий. Ну, вот просто настроение. Ты пришел в мир Геншина. В реальной жизни. А еще очень много людей и очень клевые шмотки. Несмотря на то, что вокруг все были с пакетами Геншина, мы очень долго реально не могли понять, где вход. Но потом нам помогла какая-то местная девушка, которая уже вышла. И тут, ну, мы поняли, что нам самое сложное, в общем-то, только и предстоит. Короче, возникли некоторые проблемы. Я очень надеюсь, что мы пойдем на Геншин. Но мне очень правда туда хочется, я не знаю. Ну, потому что, оказывается, нужно было заранее регистрироваться. Естественно, но мы об этом информации не видели нигде. А, наверное, вот сюда и нужно зарегистрироваться. Ой, мы внезапно оказались рядом. И там найти три планшета, там мы должны зарегистрироваться, встать в очередь и отдать 3-4 часа. А, так, это ради того, чтобы мы могли потратить деньги на Геншин штуки, правильно я понимаю? Потому что он сказал, да, сейчас очередь примерно где-то 3-4 часа. Ну, и, of course, мы остались ждать. Там смысл в том, что там прям есть локации, прям с Геншин, типа они построили горы, вот это вот все. Я хочу туда. Я тоже хочу. Смысл в том, что вы сейчас, вот мы стояли все это ради чего, не купить вещи с Алика. Берешь корзину, и вот так вот по очереди каждый проходит, и если ему что-то нужно, какой-то мерч, он его покупает. Да, вот это буквально ты правильно сказала, это тупо супермаркет, чуваки. Спустя 4 часа. Берем корзинки и начинаем отсматривать. Так, ну это никому из моих друзей не нужно, хотя они малыши. Ну вот карточки, на самом деле, правда, очень хорошего качества. Я, пожалуй, своей подруге возьму, она у меня очень любит кицин, потому что смотрите, какая классная карточка с кицин. Берем кутал еще, берем джунгли, просто какая милота. Ой, это стикеры со слайма, да. У меня все как обычно, ребят, все только для друзей. Вот это вот очень прикольное. О, какая она малышка смешная, в восторг. Смотри, какой он крутой. Блин, он реально очень крутой. Я не знаю, кому это надо, но кому-то точно из корешей понадобится. О боже, бери, это тебе нужно. Филюк-сова. Тарталья у нас получается кит. А здесь, короче, фигурки. Ты покупаешь лутбокс, и ты не знаешь, что тебе попадется кто-то из них. Смотрите, какая пальма. Здесь пальма в бутерброде. В итоге мы закупились мерчем, оплатили и пошли дальше бродить по фёсту. А где-то сяо. Кутава. Короче, вот они, те самые генши на локации, которые вы наверняка видели в тиктоке. Ну что, ребят, теперь я как бы в мире генши на живом. Сяо на максималках вообще-то. Видите, у меня даже глазблога есть. Вы можете похвастаться тем, что у вас есть глазблога? Надеюсь, что можете, потому что нам надо держаться вместе. Единственное, что я, конечно, не очень поняла, почему здесь нету инзумы. Ну, это странно. Хотелось бы, чтобы Лайна Зум, потому что как бы Бао сама себя не купит. И как бы ей миг тоже хотелось увидеть. Я не верю, но мы какие-то сделали. Это просто какой-то пипец. Я не верю, ребят. Ну, как бы в Корее я не ожидала попасть на генши на мероприятие. А теперь мы пойдем к Катарине. И нужно поставить штампу в наш паспорт путешественника. Там Катарина. Какой-то настоящий косплеер, как бы, понимаете. Вообще первый раз вижу косплееров. Круто. Я в таком восторге. Вот Катарина мне. Понимаете, контент уровень. Счастливое дитя. Это бешон фриз собачки. Я когда была маленькая, мечтала, что у меня была бешон фриз собачка. Но у меня пять собачек. Но бешон фриз собачка. Я была маленькая. Я мечтала. У меня была картинка. Знаете, вот такие дурацкие детские фотографии с разными породами собак. Не знаю, зачем она у меня была. И была с бешон фриз. Я такая, господи, я хочу бешон фриз. Он же такой смешной. Вот на меня там стоят и лают. Вот они, вот во дворе. Мой фриз собачки. Да, они такие лупые собачки. Потом мы пошли есть в конвейерную суши. И просто посмотрите, какие они здесь классные. Что за прелесть, боже, это так красиво. Вот цены. Типа ты и платье за тарелочку. Например, мы взяли сейчас красное. Красное стоит 5500, соответственно. Вот такие дела. Еще мы заказали вот такой вот салат без краба. Непонятно, крабик. Это так вкусно, ребята. Это просто, боже. Это умирание как вкусно. Соглы. Давай оценивай. Я в крабовом районе. Порции безумно большие. Еда безумно вкусная. Я в таком восторге. Я просто в восторге. После еды мы опять пошли гулять. Моему счастью нет предела. Мы нашли анимейт. Я не знаю, у меня очень странная поездка в Корею. Вы, наверное, хотите слушать не про японскую еду, а не про японское аниме. Но мне очень жаль, что здесь есть магазин Сон Рио. Я не могу. Вернемся сюда завтра еще. Вернемся. А, это смотрите, это айдол. Айдол ресторан. Конечно, мы пошли туда. Мы нашли такие поп-магазины. Сейчас буду набирать всяких игрушек для моих подруг из Кавердэнса. Они будут абсолютно в восторге, если мы найдем что-нибудь. Конкретно сейчас меня максимально заинтересовывает Чимин. Потому что подруга сделала заказ на Чимин. Да, звучит смешно. Но что поделать, что это, я не знаю. Смотрите, какая красивая. Как думаешь, что там внутри? Я думаю, наклейки какие-нибудь. Блин, у меня просто подруга есть. Она очень сильно любит нью-джинс. Взять ей? Ну ладно, возьмем. Блин, детализация куклы, правда. Но это даже, знаешь, немножко как будто бы пугает. Мне слишком грубо сделано. Мне кажется, что она меня смотрит. Мне некомфортно. Я испытываю дискомфорт. Короче, вот эти вот штуки можно взять. И там внутри будет одна из девчонок Blackpink. Я это обязательно возьму. Берем. Я возьму вот этот. Я абсолютно в восторге. Я взяла все штуки с Blackpink. А здесь раздел с мерчом твайс. Мне так нравится раздел G-айдол. Это сейчас вот группа, которая мне безумно нравится. Абсолютно потрясающая. И посмотрите, ну как красиво у них все выполнено. Просто шикарно. Был найден кипок магазин, конечно же, пришлось затариться. Первый анимейт. В тот раз, когда я была в Таиланде, в последний раз, когда я была в анимейте в Таиланде, я потратила там почти 2000 долларов. Я не знаю, сколько потратишь сегодня. Потому что сейчас у меня денег с тобой больше. И типа, kinda. Ну да, как бы забери все деньги. Мы не знаем, что это такое, но мы заинтересованы. Код селлар Венера. И код селлар мой. Ну, это просто, конечно, какой-то уже другой уровень. Не, ну, конечно, моя крашика вот. Она тут даже не обсуждается. Так, мы пришли к какой-то план к одежде. Но качество, конечно, такое. Хуже, чем на Алике. Одежда выглядит прикольно. Есть что-то приемлемого качества? Нет. Когда дизайн хорош, но качество прям, ребят, не передается, очень плохое. Тапки смешные. Угадайте, что мы делали после анимейта. Угадали. Снова у них ели мясо. Готовлю вам еду, как видите. Ухаживаю за всеми. Учет цены. Тестируем мясо. Зашло. Это лучше мы ели. Мы сошлись на мысли, что нам всем безумно понравилось это мясо. Это так вкусно, ребят. Боже, если я могла бы с вами поделиться, я бы с вами поделилась. Вот честно. Очень вкусно, но поделилась бы. Пожалуйста, скажите, я правильно понимаю, сначала мы подумали, что заказали хот-пот. Нам принесли вот эту штуку с мясом. Мясо было потрясающе, вопрос с ноль. Сейчас мы такие, ну, хот-потом мы не наелись. Возьмем-ка мы, пожалуй, еще себе суп, потому что мы хотим суп. И чувак подбегает и говорит, а ваш суп уже включен. И это, значит, зашло за райское место. Сначала мы жарили гриль, а теперь мне еще и принесут суп варить. Лена, счастливый человек. И это тот самый настоящий хот-пот, как кентами был. Как кентами. На пятый день мы решили пойти в корейские салоны красоты. Едем в криокамеру. Я не знаю, что такое криопроцедура и криокамера, честно. Просто местные знакомые сказали, что это, типа, крутая тема. Тебе надо сходить. Такая, а не, ну раз мне говорят, что мне надо сходить. У меня же всего мнения никогда не было, поэтому я такая, ну да, я схожу. Вот, и едем, короче, в эту криокамеру. Я, типа, вообще не знаю, как это все будет, но надеюсь, что я реально едю на косметологическую процедуру. Впрочем, если вы смотрите этот блог, скорее всего, со мной все нормально. Мы приехали в салон. Халло! Так, нас посадили. Здесь, кстати, прикольно. Покупим домом. Смотрите, какой уютный салон. Здесь мы движемся. Какие ботовы? Процедурный фонарь. В Корее есть очень популярная процедура, она называется криокамера. И смысл в том, что ты приходишь на эту процедуру, платишь тысячу долларов за одного человека, и тебя помещают вот в такую вот штуку, где температура, ну, вот уже боюсь собрать, но вроде на видео должно быть подписано. Нужно переодеваться. Я дико угораю с того, что вот тут такие тапки дали. Типа, это же тапки, да? Да, это тапки. И вот в этих домах надо ходить. Это просто очень смешно. Ну, как бы, камон. Тапки в косметологии с акулой, которая съедает твою ногу. Короче, вот так вот меня одели, чтобы я дальше пошла на свою процедуру. Я больше всего, конечно, ору с ботинков. Ну так, первый человек пошел, первый человек это не я. Ну, я желаю тебе удачи, в общем. Я посмотрю, как ты там будешь стоять и мерзнуть. Я тебя поснимаю, а вот меня я тоже не поснимаю, так что. Что, нормальная? Походу, ей нормально. Во мне 10 градусов. Ой, а ты ледяная, я боюсь тебя трогать, разобьешься. Прикол. Ты как, нор? Да. Или очень, как тебе, нор? Мерик, у меня нос красный. Нет, там нормально, но типа, когда выходишь, типа такое. А когда выходишь, да? Ну да. Ладно. Все. Ты ready? Да. Я не уверена, что я ready. К такому нельзя подготовиться. Да, это нельзя подготовиться. Я боюсь. Да. И ты вот в этой вот шоковой интенсивной заморозке просто пытаешься выжить под бодрые песни Ким-Бтиэс, прыгаешь, скачешь, выживаешь, а потом чувствуешь себя очень счастливым человеком. Я так и не поняла, полезна эта процедура или нет, или ты просто радуешься тому, что ты выжил. Господи, ребят, это было очень холодно. Не, ну если я увижу какой-то спиральский эффект, то, конечно, буду ходить сюда хоть каждый день. На что-то у нас же надо тратить деньги, понимаете? Мы их зарабатывали не потому что, чтобы копить, а чтобы тратить. Ну и потом мы двинули дальше на массажи. Ребят, корейские, конечно, технологии в вопросе бьюти, это что-то с чем-то. После криокамеры меня поместили вот в такую вот массажную штуку. И смотрите, здесь матрас наполнен водой. И смысл процедуры в том, что ты ложишься, и внутри водяные потоки прям делают тебе массаж. И пока ты лежишь, у тебя такое ощущение, как будто ты на волнах там плескаешься, все у тебя классно, слышишь музычку, и вода прям типа... Я честно скажу, что я тут еще любитель массажей, ну в плане я их реально люблю, делаю. И такого расслабления, такого релакса, как после вот этого, вот, я не испытывала ни одного массажа. Я прям не знаю, вот у меня так прям сейчас разморила, разморила, понимаете, ну прям... Закончила процедура, теперь здесь есть вот такие вот чаи. Хочу чего-нибудь, честно говоря, тепленького. Мы сделаем просто так. А вообще, знаете, у меня такое странное ощущение сейчас, как будто я очень хорошо по столу, а как будто... И вот так вот хорошо. Все от нам довольны. По поводу изменения там кожи, веса, ну я ничего не могу сказать. Хотя как бы эта штука позитонирует себя еще как типа похудательная штука. О, сейчас послушаем отзывы. Итак, ваш отзыв. Предлагаю спить этот чай на двоих и спуститься в whitening солярий. Ой, у меня замечательно. У меня был какой-то аппарат массофор из телемагазина. Короче, он надувался, сдувался, надувался, сдувался, надувался, сдувался. Компрессия. Ну да, типа я не знаю, какой будет эффект, но было приятно полежать. Сейчас я иду на местную популярную процедуру, называется обратный солярий. Ну типа когда ты не загораешь, а когда наоборот с тебя загар снимается. Вот так вот выглядит, короче, обратный солярий. Я честно, я не знаю, работать или нет, но я как человек, который, господи, с раннего возраста торчал в солярии, потому что тогда мне нравилось быть загорелой. Вот, и я себе всю кожу уже пожгла, так что у меня, в принципе, нечего терять. Собственно, после всех бьюти-процедур мы пошли гулять дальше к кастомным медведям. Мы пришли на улицу, где находятся, короче, кастомные медведи. Разных групп. Раз, медведь. Улица сама по себе такая очень красивая и здоровская, мне нравится. Что, не иронично, она такая, как бы, очень люкс-фэнси улица. Кастомные медведи стоят. Как ей попу вспомнить, она объективна, это очень здорово. Медведь шайни. Еще один медведь. Очевидно, я нашла мой любимый дизайн медведя. Сейчас покажу. Ну, это просто потрясающий медведь. Прямо на кума. А вот и пошли, собственно, самые фэнси здания. Здание Шнель, потом там Кортье и медведь от АОА. Благодаря вас того, что медведь BTS стоит рядом со зданием Кортье. Золото богато, красиво. Вот он, медведь BTS, оцениваем, пожалуйста, красивый. Сейчас пойдем пробовать вот этот вот легендарный аромат. Ну, как относительно легендарный, я узнала о нем вчера. Вывеска класс. Зашли мы в магазин, а тут лошадь просто стоит. Жесть. Потом мы заехали в отель, чтобы переодеться и пойти в музей. А-а-а, какой хороший. Сегодня был очень вдохновляющий день. Мы выходили из нашего отеля, как бы, ну, такой дорогой богатый отель у нас. Сколько раз я уже об этом вам сообщила. Ну, вдруг кто-то не понял. Кстати, смотрите, какой красивый окрасный отель у нас. Дорогой богатый отель у нас. Да, да, да. Ты поняла? Нет. Ну, в дорогом богатом отеле. А, ладно. Да. Не ешево. Дорого, дорого. Дорого богато. Пафосная пицца. Вот это все, понимаешь? И, значит, мы выходим сегодня из нашего отеля. И там прям очень много взрослых людей. Ну, и молодых людей тоже. Видимо, было какое-то мероприятие все с цветами. Ну, просто красиво-красиво. И вот выходят, значит, знаете, две корейские женщины взрослые. Наверное, лет 60-70. Ну, прям очень хорошо выглядят. Вот стоят такие две подружки со своими вот этими вот цветами. Подъезжают к ним в дорогущая, дорогущая, дорогущая машина. По цене средний люкс квартиры в Москве настолько вот, да, дорогущий. И они такие две садятся в свою классную тачку и уезжают. И я такая, господи, боже мой. Вот хочу быть такой женщиной в свои 60-70 лет. А потом мы пошли в музей современного искусства, Национальный музей Кореи. Боже мой, это было безумно круто. Там столько офигенных инсталляций. Не могу сказать, что я архигига вообще фанат музеев. Если есть возможности интересные экспозиции, я пойду. Но концептуально не так, чтобы я их искала. И тут просто моя подруга Маша привела меня в этот музей и сказала, что говорят, что там круто. Я такая, да, конечно, пойдем с удовольствием. Я честно скажу, это, наверное, было лучшее посещение музея за все время, что я посещала музеи. Я в восторге. Смотрите, как было красиво. Короче, мы вышли сейчас в музей, в магазинчик музея. И здесь, знаете что? Во-первых, здесь можно фоткаться, делать видео и все такое. Но если вы подпишетесь просто на их официальный инстаграм или на их официальный ютуб, вам тут подарки. Вот, куча подарков. Наклеечки за инстаграм, ручка за ютуб. А еще, кстати, выгрелка для рук. Вот такой вот классный тут мерчарк. Если, типа, выложите фотки, то есть они реально всех приветствуют. Или просто столько, то можно поучаствовать в розыгрыше и получить вот эту штуку. Это очень крутая беспроводная зарядка. Вот такие музеи должны быть реально. Но это же просто супер. Короче говоря, от корейского музея мы остались в абсолютном восторге. Такого я не видела вообще ни в одной стране мира. Нигде даже близко. Вот такого кайфа нет. Ну, а теперь мы идем заниматься нашими любимыми делами. Жрать и шопиться. Ура! Нам настолько сильно понравились конвейерные суши, что сейчас мы снова сюда пришли. Ну, как, мы уже все поели, узнать, умираем, потому что это вкусно. Ну, мы умираем, но вкусно. И восторг. Конвейерные суши, потрясающе. Конвейерный восторг. Еще раз посмотрим на порции. Ну, что сказать, мы пришли в то самое место, ради которого люди приезжают в Харею. Мы в музей Хайба. Тут уже куча людей снимают видосы, фотки. Вот вид снимать тиктоки. Кто-то в этом музее уже был, набрал себе карточек. И фотографируются у стены, потому что нужно всем показать, что ты здесь был. Ох уж, какое вкусное у меня имнё. Он такой как бы имнё. Просто так попасть туда нельзя, нужно вот стоять в очереди. Ну что ж, мы уже привыкли стоять в очереди. После всей этой геншин истории мне уже никакая очередь вот реально вообще в этом мире не грозит. Но в итоге в музей Хайба мы не попали. Второй смысл в том, что, чтобы попасть в эту штуку, нужно завести специальный аккаунт. Этот аккаунт заполнить. Потом выбрать дату посещения. Тебе назначают время посещения. И если мы вдвоём, то вам нужно два аккаунта. Аккаунт с аккаунтами, как пакет с пакетами. Реально аккаунт с аккаунтами. И типа только тогда ты можешь сюда прийти к определённому времени, который тебе назначит. Короче, да. Ну мы как бы не сдаёмся. И прийдём сюда в следующий раз. Вечером мы поехали гулять в парк. Боже, красиво. Я просто не могу. Это так красиво всё выглядит. Просто нет слов. Мы реально идём. Тут присполнение происходит. Невероятно, ребят. Иронично. То снимали время года. И я так радуюсь каждый раз, когда у меня есть возможность куда-то уехать осенью. И я просто... Красиво пипец. Ну просто красиво невозможно. Прямо на самом деле играю. Там оркестр прям сейчас. Вот так это всё выглядит. Это древесина на самом деле очень странная. Это что тут самый тигр? В общем, дорогие друзья. Из-за того, что видео получилось примерно на 50 минут, а здесь всего события 3-4 дней. Я думаю, что нам нужно разделить этот влог на несколько частей. Если вам эта идея нравится, обязательно ставьте лайк. 30 тысяч лайков, и я выпущу вторую, а потом, наверное, даже третью часть влога. Потому что материала безумно много, и это нереально уместить в одно видео. Она туда часа в 4 будет длиться. Так что, если вам нравится, обязательно об этом сообщите. А ещё у нас с вами накануне будет ещё и влог из Японии. Так что влогов будет много. Субтитры создавал DimaTorzok